Привезены были экспонаты из 10 регионов России, и каждый, кто стоит в этом кругу, в принципе, рассказал о своем, о чем-то личном практически, потому что очень часто об этом мы говорим и в наших музеях, и на каких-то выездных мероприятиях. Конечно, они большие молодцы, потому что привезли с собой настоящие предметы, есть, конечно, и копии, но, тем не менее, они берегут это все в своих школьных музеях, они умеют рассказывать об этих экспонатах, об этих людях, которые у них в их школах считаются героическими, не только в школах, но и во всей стране. Наша главная задача была рассказать про наш школьный музей, чтобы как можно больше ребят о нем узнало, приехало к нам, соответственно, в гости и побывало у нас. Мы приехали работать с коллективами из разных городов, побольше узнать друг друга, возможно, делать какие-нибудь коллаборации, несмотря на расстояние. Вот, это главная наша задача, поделиться нашим опытом и узнать опыт других ребят. В Музее Победы появляются новые экспонаты. Хотелось бы, расскажите, откуда они берутся и кто помогает вам в их поиске, в вашей команде. Какой ваш любимый фильм про Великой Отечественную войну и чем он вас заинтересовал? Фильм называется «Кень Каравеллы» о повести Крапиви. Крапиви, он во время войны был мационалом, и вот в свое детство он потом описал по яму. Мне, честно, интересно было просто пообщаться с человеком и послушать его, потому что у человека колоссальный опыт. Он директор Музея Победы. Это наш предшественник. До этого я присутствовал только на конференциях по видеосвязи. Когда этим занимаются ребята, я чувствую, что на мне это дело не закончится. И, слава богу, есть продолжатели этого важного, такого долга нашего общего. Эта выставка будет интересной для всех орлят, которые в данный момент здесь в центре присутствуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова